Всем привет! С вами Марьяна, и вы на канале English. Многие из нас учат английский практически всю жизнь, годами, в школе, университете. Но когда дело доходит до реальной беседы на английском, реального разговора, появляется ментальный блок, тот самый пресловутый языковой барьер. Почему вы до сих пор не заговорили на английском? Смотрите это видео! Давайте для начала узнаем друг друга получше. Напишите мне, сколько дней, недель, лет вы учите английский. Я, например, учу английский со второго класса, а это, на минуточку, больше 20 лет. И что вы думаете, сразу после школы у меня был свободный английский? Если бы. Уверена, что таких, как я, очень много. Так почему же? В чем причина? Во-первых, большинство учат язык бессистемным. Там посмотрели видео, тут почитали правила, залипли в приложение, а картинка не складывается. Почему? Нет основы, нет базы знаний. И я сейчас не говорю про пятый, седьмой классы средней школы. Язык – это система, и просто так его не осилить. Нужна четкая методика, когда вы точно будете знать, какой шаг следующий. Следующая причина или следующая проблема – это учить английский по учебникам. Дело в том, что живая речь развивается очень быстро, люди просто не успевают выпускать, печатать учебники. Нужно буквально в реальном времени следить за обновлениями, изменениями, модой на слова и выражения, чтобы не звучать так, как будто вас заморозили в середине 50-х прошлого века. Следующий момент – регулярность. Выберите время, которое вы можете посвящать английскому, и это не обязательно 3 часа вечером после работы. Это может быть 20 минут после завтрака или 15 минут во время обеденного перерыва, когда вы обычно листаете ленту в Фейсбуке или в Инстаграм. Каждодневные занятия небольшими порциями позволяют сохранить интерес к английскому, стремление выучить что-то еще, узнать что-то новое. Только вспомните свои ощущения после двухчасового занятия. Вы устали, голова квадратная, вы даже уже не можете вспомнить, что было в самом начале. Конечно, вы еще неделю будете от этого отходить и морально готовиться к следующему занятию. Но кому нужны такие мучения? Английский – это легко и просто, особенно если подойти к этому с умом. Следующая проблема – вы не говорите. Вы читаете, слушаете, смотрите, может быть, что-то пишете. Но вы не говорите, вы не участвуете в беседе и разговоре на английском. Это как учиться плавать дома на ковре по видеоурокам. В теории вы знаете, как правильно двигаться, как себя держать, но если вас скинуть в море, вы вряд ли сразу поплывете. Вашему телу понадобится время, чтобы приспособиться к реальности. С языком точно так же. Чтобы заговорить, нужно говорить. Но и самый важный момент, почему вы еще не заговорили. Вас просто не поставили в такую ситуацию, когда у вас не было другого выхода. Когда вы оказываетесь в таком стрессовом положении, все ресурсы вашего организма включаются по максимуму. Мы собираемся и выдаем все, что от нас требуется. Поясню на примере. Вы оказываетесь в англоязычной стране, где никто не говорит по-русски. И вдруг вам захотелось перекусить или в туалет. Ну, здесь же все свои. Расскажите, сколько причин вы придумаете, чтобы не делать свои дела? Начнете с понедельника. Сейчас неподходящее время. Да вам, собственно, не очень сильно хочется. Уверена, никаких таких мыслей даже не возникнет. Когда складывается такая ситуация, в голове сразу находятся слова, подбираются выражения. И вот вы уже делаете то, что нужно, чтобы получить желаемое. Иногда нам всем так не хватает того самого пинка из зоны комфорта. Что ж, теперь я надеюсь, когда вы знаете основные моменты, которые удерживают вас от успеха, вы будете двигаться в правильном направлении. У школы English. есть уникальный курс «Заговори на английском» за два месяца. Если вы еще не решились, самое время. Четкая система, регулярные занятия и профессионалы своего дела. Вот это формула успеха. Все подробности и ссылки будут в описании. Заговорите на английском. Всем спасибо и хорошего дня. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!